В Владимирской области за сутки 223 человека заразились коронавирусом, на 4 меньше, чем накануне. Последний раз столько зараженных за сутки приходилось на вторую половину июля. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания в нашем регионе теперь 55 114. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир, 58 заболевших за сутки. Вчера прибавка составляла 59. Всего с начала пандемии в областном центре уже 12 963 зараженных. По летальному показателю у нас пауза. На утро понедельника ни одной смерти, а вот за выходные 15. Общее количество погибших от новой заразы уже 1 989. И число выздоровевших 2 недели меньше числа заболевших. Сегодня 130 против 223. Всего победивших коронавирус в нашем регионе теперь 50 201. Во Владимирской области из-за отсутствия мест в больницах фельдшеры скорой помощи снова привезли ковидного пациента к зданию обл. администрации. Это уже второй случай за последние 4 месяца. Здравствуйте, это Анна, которая летом со своим коллегами подъезжала к Белому дому. Ситуация сейчас повторяется, только пациенты немного хуже. Во всех стационарах области города нам отказали. Не хайпануть, а попытаться спасти жизнь людям и заодно привлечь внимание областных чиновников. Госпитализировать ковидных больных снова некуда. Мест в больницах нет. Первый раз медики решились на такой шаг этим летом. В ночь с 16 на 17 июня они приехали к Белому дому с тяжелым больным после того, как его отказались принимать больницы города и области. В итоге место для мужчины все-таки нашли. И вот снова ситуация повторилась. В ночь на 3 октября места не нашлось для 64-летней жительницы микрорайона Пеганово. На момент приезда скорой она находилась в тяжелом состоянии. По приезду ситуация была 60-63. Мы накачали ее гормонами, дали кислород. Ее слов в том, что мазок терапевт у нее не брал, лечения никакого не было. То есть лечение было мирместин в рот. И еще натуки пейте и просто. И у вас будет все хорошо. По факту, что у нее поражение по 70% оба легкого, так как у женщины нет мазка, то есть ПЦР нет, это должна, по сути дела, быть 6-я больница. Со слов медиков, в 6-й больнице в госпитализации отказали, сославшись на отсутствие мест. Тогда старший врач смены попыталась найти свободную койку в других лечебных учреждениях области, но безуспешно. Кто-то просто же трубки не берет. Мы звонили по 30 раз в тот же ковров, и нам просто никто не взял там трубку. Ну так тоже невозможно. В итоге бригада скорой поехала к Белому дому. Там медики простояли часа два. К ним никто не вышел, но место для пациентки нашлось. И не где-нибудь, а в 6-й больнице, в которой изначально в госпитализации отказали. В итоге в этой 6-й больнице, оказывается, как-то каким-то чудным образом оказалось место, но не в реанимации, а в обычной терапии. На мой вопрос доктору, а как же так вот место-то оказалось? Все-таки мы стоим не первый час. Не то, что вот мы сейчас вот приехали. Нам сказали, что пациент уехал в реанимацию. Значит, в реанимации тоже места были. По словам медиков скорой, надзорные органы начали проверку по факту случившегося. Фельдшеры считают, что их снова хотят сделать крайними, как это было в прошлый раз. А ведь они всего лишь хотели спасти жизнь пациенту. Кстати, близкие той самой женщины, которую привезли к Белому дому в ночь со 2 на 3 октября, очень благодарны всему составу бригады. Анна Митюкова и ее бригады, все вот они, манипуляции все вот, которые возле моей сестры делали, только благодаря им они спасли. Постоянно кислород меняли, баллонов 7 сменили, это точно. Уколами поддерживали, не отходили ни на шаг. Это столько они сделали для нее. Это только они смогли ее продержать, чтобы она выдержала эту ночь. Медики ждут, когда в нашем регионе появится, наконец, постоянный руководитель департамента здравоохранения. Областную медицину нужно поднимать с колен. И вот сегодня стало известно сразу о двух важных назначениях. На должность в Рио губернатора назначили бывшего депутата Госдумы от Калужской области Александра Авдеева, а главой облздрава станет Константин Баранов, который ранее курировал в этой же области здравоохранение. Кремль получил заявление об отставке Владимира Сипягина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник коротко ответил на вопросы по поводу ухода с поста главы 33 региона. Официальный представитель Кремля сообщил, что заявление об отставке находится на данный момент на рассмотрении. «Получили на рассмотрении. Вы будете проинформированы своевременно», — приводит слова Пескова «Интерфакс». Напомним о том, что Сипягин покидает Белый дом и уходит в Госдуму, стало известно еще в минувшую среду. Почти неделю висела интрига, как скоро будет подписано прошение об отставке и кто придет Сипягину на смену. В понедельник ближе к вечеру стало известно, что Александр Авдеев назначен в Рио губернатора Владимирской области. Наш регион поменял политическую окраску, им снова будет руководить Единорос. Последние пять лет Авдеев был депутатом Государственной Думы. Кроме того, имеет опыт работы в исполнительной власти. Был мэром Обнинска, работал в правительстве Калужской области. Сегодня же Владимир Путин принял отставку Владимира Сипягина. Облсерой заказчик провалил аудит, но обещал депутатам исправиться. Произошло это на комитете ЗС по ЖКХ, где обсуждались результаты очередной проверки счетной палаты. А именно, как тратил бюджетные деньги облстройзаказчик. Из областного бюджета госучреждению направили субсидии на 710 миллионов рублей для содержания имущества аэродрома Добрынская и на вложение в объекты капстроительства государственной собственности. Проверка обнаружила, что осваивались эти деньги крайне неэффективно. Зато в деятельности самого облстройзаказчика выявлены многочисленные нарушения, в том числе коррупциогенного характера. Перед депутатами ЗАГС Собрания отчитался новый директор Дмитрий Грибов. В должности он с марта 2021 и признал, что пока особо похвастаться нечем, но пообещал свести к минимуму последствия прошлых нарушений и не допускать новых. Депутаты профильного комитета ЗС подчеркнули большую ответственность за взятое обязательство, ведь именно облстройзаказчик отвечает за строительство социальных и коммунальных объектов во Владимирской области. Было отрадно услышать выступление нового директора облстройзаказчика, который сообщил нам о том, что вопросы не только на карандаше, они их знают, но они их и решают. Положительная динамика действительно присутствует. Мы сегодня установили срок до 1 ноября заслушать повторно директора облстройзаказчика депутата архитектуры строительства Владимирской области совместно, для того, чтобы эта динамика, надеясь, сохраниться и вопросов было как можно больше закрыто. Владимирские спасатели готовятся к всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне. Она пройдет в среду 6 октября. Ее цель – проверить готовность руководящего состава к принятию решений. В рамках тренировки будут выполняться практические действия по применению имеющихся сил и средств. Также 6 октября по всей стране проверят готовность систем оповещения населения. В 10 часов 40 минут единовременно по всей территории страны, ну и естественно на территории субъекта, будет включен сигнал внимания всем и доведена информация о проведении тренировки путем перехвата телерадиоищательных каналов. Граждан в этот момент просят соблюдать спокойствие и помнить, что это всего лишь учения. В текущем году аналогичные проверки уже проходили 3 марта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова